Пробка на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады образовалась вечером 23 марта. Причина изменения работы светофоров. Водители автобусов звонили в редакцию, сообщая нам, что график их движения срывался. Другие водители свое недовольство разместили в соцсетях. Гнев пал на дорожные службы. Мне кажется, что у нас настраивают светофоры так, чтобы специально пробки собирались. Зачем вложить изначально работающие перекрестки? Там все нормально было. Красноармейские, Гоголя также поигрались и вернули на место. Зачем эти опыты? Сегодняшнее утро. Пробка начинается от Малаховского кольца. Зачем было оптимизировать то, что и так нормально работало? Если автовладельцы хоть как-то способны эти пробки объехать, автобусы оказались в западне. Своевольно менять маршруты они не вправе. Пришлось искать ответы самостоятельно. В комитете по дорожному хозяйству нам разъяснили, время на светофорах увеличили специально и догадывались, что это приведет к заторам. Но только так, по словам специалистов, можно снизить аварийность на этом перекрестке. Ранние столкновения здесь происходили из-за того, что при повороте налево автовладелец не уступал встречному направлению. По данным ГИБДД, за прошлый год сразу в четырех ДТП серьезно пострадали люди. По Антону Петрову в вечерний час пик мы добавили зеленого разрешающего сигнала со стороны северо-западной. В вечерний час пик это у нас там с 16 до 19.00. А в утренний час пик мы поменяли наоборот направление со стороны Малахова. То есть мы добавили длительность разрешающего сигнала со стороны Малахова по Антону Петрову. Таким образом движение по обеим сторонам стало поочередным, а зеленый увеличился на 10 секунд. Сейчас светофор работает в тестовом режиме. До предстоящего вторника, рассказывают в комитете, все отладят окончательно. Мы понимаем, что в рамках именно пропускной способности мы ухудшили ситуацию по Антону Петрову. Но знаете, во всех действующих, грубо говоря, нормативах по безопасности дорожного движения приоритет отдается именно безопасности, а не пропускной способности. Мы будем, еще раз говорю, регулировать светофорный режим на данном участке, то есть находить более оптимальный режим. Но в любом случае, как и мероприятие, именно применение расщепленной фазы, мы его оставим. Кроме того, в администрации рассказали, что будут проводить работы еще на нескольких участках города. В частности, светофоры обещают поставить на пересечении Гуголя-Горького, а также на Измейногорском тракте. Какой будет следующая оптимизация, покажет время. Анара Шагирова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.